Всем привет! Я Виталик. Взяли мы, в общем, Мерседес на наш новый проект. Будем восстанавливать, так как контента по Мерседесам стареньким, таким 814-ым нет вообще. Постараемся вам показать, как мы можем, вообще, как может человек сам восстановить, имея руки из нужного места. Мы уже немного, конечно, его подчистили, это вот маленечко подвергки. Ну, короче, ему пиздец, мягко говоря. Сейчас обзорчик такой маленькой кабинки. Держка до. Убитый он конкретно. Мы вчера начали, покажи, Ром, вчера начали уже подваривать, потому что дыры сквозные. Сняли с палку. С палка у нас лежит в соседней будке. Покажем ее чуть позже. А так, хотим его восстановить до нормального состояния, чтобы можно было. Пойдем, то есть, с той стороны посмотрим. Будка. Будка у нас тоже будет восстанавливаться. Будет, короче, все восстанавливаться. Тачка. Тут все, что не убитое, все мертвое. Вот примерно с той стороны было то же самое после снятия с палки. Сейчас будем снимать. Не можем на учет его поставить, короче. Будем снимать вот этот бак. Видишь, ни подкрылков, ничего нет. Зато на пневме. Будем снимать вот этот ящик. Потому что за него тоже наши доблестные сотрудники ГАИ сказали, что с ним нельзя, он не родной. Будки. Что, будку тоже? Давай сразу покажем. Пока. Видишь, тут все на болте, как, блядь, чтобы снять. Что-то надо открутить, блядь. Заходи. Заходи сюда. Воротом тут тоже, мягко говоря, плоховато. Но ничего. Постепенно сделаем. Вот такая у нас будка. Покажи, из чего она есть какой-то... Это арголит. Все это тоже будем разбирать, перешивать. Параллельно с работой. Видишь, покажи, что все ржавое. Постараемся все от пескоструить. Будем делать все сами. Никаких СТО. Так как с ценами на наших СТО ничего не заработает. Так, восстановим. Видишь, закрывается. Восстановимся, получится. Сейчас, знаете что, мы переоделись. Вытащим болгарку, будем спиливать бак. Будем спиливать бак, потому что ничего не откручивается. Машина 91-го года. С 6-ти литровым мотором. Это самое главное. И плюс, что она на пневме поднимается, опускается. И будка 7-метровая. Что-то можно из этого сделать. Ну что, поехали пилить? Все, все, подключили. Поехали, чувак. Ой-ой-ой-ой. Как-то шумизобно, наверное. Поехали. Поехали. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сейчас мы его скинем на землю. Смотрите продолжение в следующей серии. Пошел. Завтра хотим поставить его на учет. И надеюсь, что в этот раз все получится. Так как у нас все будет снято. Похоже на нашими умельцами русскими. Это два бака. Вот они сейчас включены. Получается на маленький народной бак. Если их передвинуть, ну переключатели. Они закислили туда. Два. Подача и обратка. Будет сосать тогда с большого камазовского бака. Короче, все это мы уберем. Будет у нас они будут. Скорее всего, если будет, останется если бак. Мы их сделаем, чтобы они с одного в другой переливались по трубке снизу. Но, скорее всего, бак этот не останется. Потому что он ржавый, мертвый. Не нужен, короче. Будем делать нормального Борседеса Анимаза. В общем, сняли мы баки. Один, точнее. Сняли бак, сняли ящик. Ящиком намучились просто жестко. И вот, еле отпилили его от рамы. Он его, какой-то козел, приварил туда. Ну и вылезла беда. Как всегда, у нас закончилась соляра в маленьком баке. Мы сейчас перелили с большого в маленький. Но все завоздушилось. И я изначально говорил про краны. То, что мы их будем убирать. Вот сейчас мы убираем. Но так как сегодня в выходной день, ни один магазин не работает. Сделаем сейчас времянку. Просто с подачи, подача в подачу. Короче, без штуцеров. Не новый шланг пока. Магазины откроются, будем новый шланг. Длинный от начала до конца. Подачу и обратно. Пока. Пока сейчас соединим вот эти. Вот эти вот два шланга. И теоретически у нас должно все работать. Но, как всегда, это все теоретически. Только что мы его завели вон на банке. Ну а что делать? За него прокинуть. За него прокинуть надо было. Все как по-русски. Времяточка постоянной останется, наверное. Сейчас еще надо. Сейчас все сделаем. И поедет ластовка. Да, так. Даже без хомутов будет держаться. Что, пробуем? Пробуют звонить. Видели, что такое печное топливо хорошее? Да, да. Вот это оно и есть. Вот такие машины продают. В Подмосковье. И на таком люди ездят. И говорят, что это нормальная солярка. Ну а что делать? Будем снимать родной бак. Будем мыть, чистить все. Форсунки восстанавливать. Ну, скоро включимся. Форсунки восстанавливать. Дальше-ка огонь. Зеркала вообще ничего не видно, потому что надо вот так подвинуть все. Короче, сейчас мы будем... Сейчас мы будем заделывать вот эту дыру. По той же технологии, как и с той стороны. Вырежем сейчас кусок металла, зашкурим маленько, заварим. Так как у нас сварки и полуавтомата нет. Будем варить обычными электродами. Заварим. Покроем битумной мастикой. Там все равно видно ничего не будет, если будет стоять спальня. Крышу всю зальем. Ну, и все. Не отключайтесь. Вот, сейчас, короче, решили сразу пильнуть. Потому что болты их уже не открутить. Потому что будем переносить туда, если что. Все это дело. Залезем. Опа. Чечечки. А ты что, не включил? В розетку там? Вот, значит, дырка. Дырка Е. Может быть, мальчик по-суильному? Ты водичку взял? Нет. Что жгет-то так? Да, разборка. Сделали мы дырку. Вот так вот залили ее мастикой. Мастика битумная. Оверрайд. Пойдет. Как и с той стороны. Теперь крыша у нас не течет. Осталось поставить спальник. Подогнать спальник к крыше. Потому что он чуть-чуть не подходит. Вы это увидите в следующих видео. Ну, а на сегодня, наверное, все. А может быть... А может быть и все. Ну, на всякий случай все. Всем привет. Смотрите, как восстанавливают 814-й. Ставьте лайки.